Здравствуйте, с вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис. И вместе со мной сегодня работает оператор Михаил Осетров. Мы колесим по Пермскому дворам улицы на комфортабельном автомобиле Джили М-Грант, любезно предоставленном компанией Демидович на улице Ким, 75. И для начала историческая страничка, и мы бросаем якорь на крыльце Пермского речного училища. Есть повод. Пермскому речному сегодня исполняется ровно 100 лет. Согласитесь, дата. Много замечательных людей вышли из стен этого учебного заведения. И даже один прикамский губернатор. Сегодня здесь многолюдно. Сегодня здесь собрались выпускники разных лет. Улыбки, знамя развернуто. Как раз и знамя выпуска. В общем, с праздником, дорогие выпускники, сотрудники и учащиеся Пермского речного училища. Ура! И еще один юбилей. Пусть не столетний, пусть маленький. Всего 5 лет исполняется Центру досуга Мотовилихинского района. Первая этапная веха, так сказать. Центр досуга подготовил для своих друзей фото-выставку. И это не единственное, чем он готов порадовать обитателей Мотовилихи, да, собственно говоря, и других районов города. Сегодня нам 5 лет. Это только первый этап становления нашего учреждения. И мы всегда рады видеть вас у нас в гостях. И еще одна юбилейная страничка в дежурном по городу. Юбилей совсем маленький. Ровно месяц исполнился помойке. На углу дома номер 55 по улице Куйбышева. И если вот те юбилеи, о которых мы рассказывали в предыдущих наших сюжетах, приносят радость людям, то здесь сплошное разочарование и неудобство. Как рассказывают жители окрестных домов, к этой куче мусора уже собачки прикормились. В общем, как-то нехорошо получается. Может быть, этот месячный юбилей станет последним в истории мусорной свалки у дома 55 по улице Куйбышева. Ну и, конечно, не обойдется наше дежурство без телезрительского кадра дня. Эти снимки прислал нам в редакцию Игорь. Попадание в мусорное ведро плюс три очка к карме. И мы полностью согласны. Это прекрасный способ убеждения. Позитивный. Прежде чем попрощаться, напоминаем, продолжаясь наш конкурс на лучшую новость недели. И автора самого интересного и содержательного послания ждет сладкая жизнь. Нет, правда, вот тортик торговой марки «Эрнест» от компании «Экспресс-сервис». Красивый и вкусный. Именно он достанется победителю. Ну а Игорь Гиндис и Михаил Иситров на этом заканчивают свою работу. Не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы и сайт телекомпании «Рефей» в интернете. Встречайте завтра Анну Водоватову. Ну а на сегодня все. Свидимся. Спасибо, удачи. Пока.